Экуменизм. Это хорошо или плохо? Вы за или против объединения всех церквей? Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Махти, я приветствую всех любящих Слово Божье. Сегодня мы подводим итоги изучению седьмого урока по посланию к Ефесянам. «Единое тело Христово» – так назывался наш урок и памятный текст, взятый из послания к Ефесянам 4 глава 11-12 стихи. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Основной отрывок этого урока, этой недели – Ефесянам 4 глава с 1 по 16 стихи. Давайте мы прочитаем этот отрывок. Ефесянам 4 глава с 1 по 16 стихи. «Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренно-мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, которые над всеми, через всех и во всех нас. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова, посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Не шедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. К совершению святых надела служение для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Аминь. Вот такой замечательный текст, такой прекрасный отрывок, который говорит нам о корнях и основаниях единства Церкви. Очень интересно, как здесь представляется снова апостол Павел. Итак, я узник в Господе. Узник в Господе. Он снова и снова повторяет эту мысль о том, что он узник не просто римских властей, он не просто узник совести, не просто религиозно преследуемый человек за свои убеждения, но он узник в Господе. Именно Господь ведет его в узы, привел его в узы. Здесь он представляется так, потому что говорит, я как узник в Господе имею право просить, умолять вас о том, чтобы вы были едины. И он обращается к Церкви, чтобы они ценили те жертвы, которые приносятся ради созидания Церкви, ради роста Церкви, ради того, чтобы Церковь жила, исполняла свою миссию, имела возможность поклоняться Богу, развиваться, иметь свободу. Ради этого кладутся большие жертвы. И сегодня, в наше время это тоже происходит. Очень много людей, Божьих, посвященных людей, отдают свои жизни, отдают свое время, свои ресурсы, финансы, посвящают жизнь своей семье тому, чтобы Церковь созидалась. И это все нужно ценить. Это все очень важно ценить. Дальше он говорит, я умоляю вас. Он не говорит, что я приказываю, повелеваю, хотя у него были все права на это. Он говорит, я умоляю вас. И это очень хороший пример для нас, чтобы и мы, когда мы знаем, что есть правда, и правда должна быть соблюдена, чтобы мы не добивались этой правды любой ценой внутри Церкви, чтобы у нас было отношение любви, увещевания, взаимопомощи, взаимной поддержки и указания верного направления тем, кто заблудился. Умоляю вас. Достойно звания. Здесь говорится, умоляю вас поступать. Достойно звания, в которое вы призывали. Какое звание, о каком звании говорит здесь апостол Павел? Звание христианина, звание избранного Божьего, звание сына и дочери Божьей. Это очень высокое звание. Выше этого звания нет. И это звание означает еще и призвание, призвание в этом мире быть последователями Христа, отражать его характер и нести дальше его миссию. Поэтому давайте не забывать об этом звании. И мы сегодня также давайте будем помнить об этом. И дальше он призывает их к единству. И здесь говорит о семи таких объединяющих факторах. Он указывает на семь оснований, семь основ единства Церкви. Давайте мы перечислим их. Одно тело, один дух, одна надежда. Один Господь, одна вера, одно крещение. И один Бог-Отец. Итак, здесь мы видим еще одно указание, еще одну демонстрацию. Три единства Бога. Одно тело, дух надежды. Дух Святой соединяет нас в тело Церковь. И наполняет нас надеждой ожидания Христа. Господь Иисус дал нам веру и дал нам обряд крещения, которым мы вступаем в это тело Церковь. И, наконец, Бог-Отец, который объединяет все и объединяет нас с вами в одну Церковь. Не только земную, но и вселенскую. Дальше апостол Павел говорит о том, что Христос дал разные духовные дары для разных служений. И чуть позже мы поподробнее остановимся на этом моменте. И здесь есть интересное такое выражение, что вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. И некоторые здесь понимают так, что Иисус сошел в преисподнюю, сошел в ад и там проповедовал. Есть такое учение, такая теория. На самом деле преисподние места земли – это такое, может быть, на сегодня уже неудачное выражение, неудачный перевод того, что написано в оригинале. А когда-то это, может быть, звучало на русском языке естественным образом. Преисподние означает нижние. Земля по отношению к небесам является более низко располагающейся территорией. И Христос, рассказано, что Он вошел на небеса, это говорит о том, что Он прежде сходил с небес на землю, которая находится ниже, расположена ниже, чем небеса. Поэтому вот это преисподние места земли означает, что земля, которая находится ниже, чем небеса. Только и всего. Дальше апостол Павел говорит о том, какова цель всех этих служений различных, различных даров, которые проявляются в церкви. Цель этих служений в том, чтобы сохранять и созидать единство церкви. Итак, если мы теперь посмотрим на это более подробно, то здесь раскрываются в этом отрывке три большие темы. Во-первых, единство. Единство здесь апостол Павел указывает на добродетели единства. Добродетели членов церкви, которые созидают это единство. Давайте задумаемся о себе. Павел подчеркивает три качества. Смиренно-мудрие, кротость, долготерпение. Смиренно-мудрие. Что это? Это такое активное смирение. Это смирение, которое проявляется в служении ближним, во взаимном служении в церкви. Кротость. Что за качество кротость? Кротость – это когда ты не думаешь о себе много. Это не то, когда ты думаешь о себе плохо, хуже, чем об остальных. Это то, когда ты думаешь о себе меньше, чем о других. Кротость – это нацеленность на Бога, нацеленность на ближнего. И долготерпение. Долготерпение – это когда мы проявляем терпение при любых обстоятельствах и так долго, как необходимо, и в таком объеме, в котором необходимо. Иногда бывает, что на короткий промежуток времени на вас с разных сторон наваливаются разные проблемы. И это тоже долготерпение. Нужно, чтобы выдерживать большую стрессовую нагрузку. Кто выдерживает? Кто проявляет долготерпение? Тот человек, в котором пребывает Христос. Только и всего. Если ты погрузился во Христа, если ты пребываешь внутренне в таком постоянном диалоге со Христом, и обсуждаешь с Ним все, что происходит, и ты осознаешь, что Он всемогущий Бог, что Он контролирует твою жизнь и твои обстоятельства, и что у Него все под контролем, и что Он ведет твою жизнь вперед поступательно. Именно Он ставит тебя в те обстоятельства, в которых ты находишься сегодня. Именно у Него, получается, есть и решение для тебя. Поэтому главным вопросом должно быть в любой незнакомой ситуации, нестандартной ситуации – «Господи, что повелишь мне делать? Что ты ожидаешь от меня? Если ты создал такую ситуацию в моей жизни, значит, у тебя есть и выход, у тебя есть какое-то видение, что я должен делать в этой ситуации. Пожалуйста, помоги мне понимать, что ты ожидаешь от меня». И вот такой подход, он поможет вам не перегружаться стрессом каких-то проблем, реагировать не стрессово на проблемы, а реагировать на все происходящее, как на руку Божью, которая ведет вас, иногда нелегким путем, но эта рука Божья вас сохранит и вас выведет из любой сложившейся ситуации. И здесь еще раз мы возвращаемся к этим семи граням единства, о которых говорит апостол Павел. Павел говорит о Духе Святом, который объединяет Церковь. Тело Христово – это церковная организация, объединяет Церковь. Надежда, наше упование на второе пришествие Христа, правильное понимание, единое понимание того, что происходит в последнее время и того, что будет происходить при пришествии Христа – это нас объединяет. Господь Иисус, понимание Его личности, Его богочеловеческой природы, Его миссии, Его жертвы, того, что Он совершил, того, что Он совершает сегодня на небесах и то, что произойдет в будущем – это тоже объединяет нас. Вера, которую дал нам Иисус, учение, которое принес Иисус, учение о жизни христианской объединяет нас. Крещение также объединяет нас. Форма крещения, понимание смысла крещения и единое крещение, то есть, когда все мы понимаем, что каждый из нас крестился во имя Отца и Сына и Святого Духа и вступил в эту Церковь – это объединяет нас. И, наконец, понимание Бога Отца, Его замысла, Его как Создателя, Его как того, кто движет наш мир к завершению этой греховной истории, того, у кого есть замысел великий, великий план спасения, и Он его осуществляет планомерно, вот это понимание также объединяет нас. Давайте мы посмотрим еще на одну тему. То есть, первая тема была единство, вторая тема – это Христос и духовные дары. Откровение 5 глава описывает, как Христос воцарился, воцаряется, восседает на престоле, и Дух Святой послан во всю землю. Так описано это в 5 главе Откровения. Для чего даются дары Духа Святого? Для чего Дух Святой послан? Мы видим в этом отрывке, что дары даются для служения. Положения в церкви должны определять именно дары, а не связи какие-то, родственные связи или другие, харизма, опыт, дружеские отношения, авторитет. Все это не имеет никакого значения. Только духовные дары должны определять, кто на какое служение поставляется в церкви. Знаете ли вы свои дары? Вы используете свои дары? Если вы еще не определились со своими духовными дарами, попросите вашего пастора провести тест, помочь вам пройти тест на определение духовных даров, пусть пастор или руководитель отдела личного служения в вашей церкви поможет вам определиться в церкви, в том служении, которое максимально соответствует вашему набору духовных даров. Дальше еще одна тема, о которой говорит апостол Павел, это как растет тело Христа. Любой организм растет, если он здоров. Поэтому, чтобы церковь росла, необходимо, чтобы она была здоровой. Это означает здоровое отношение, это означает здоровое богословие. И вот в чем секрет единства церкви, теперь если мы подытожим весь этот отрывок, в чем секрет единства церкви? Когда в основе отношений смирение, кротость и терпение друг к другу. Когда есть единое понимание работы троицы, единого Бога для спасения людей. Когда насыщенность церкви духовными дарами наблюдается. Когда эти дары ценятся церковью, люди расставлены по служению в соответствии со своими дарами. Когда есть стремление к богословской гармонии в церкви, а не каждый ищет какую-то свою лазейку или какое-то свое истолкование, цепляется за какие-то новомодные учения. Все это разделяет церковь. А вот богословская гармония сплачивает, объединяет. Когда каждый член церкви вносит свой посильный вклад в ее рост, своим служением, своими дарами. Вот что является основой для крепкого единства любой общины, любой церкви. Но есть одна очень серьезная проблема. Сегодня мы с вами не видим единства среди христиан. Да, есть движение экуменизма, оно как раз вызвано вот этим разделением, но многих сегодня огорчает то, что церковь христианская разделена на разные конфессии, которые между собой не согласны, спорят, противостоят друг другу. И остается один очень важный вопрос. О какой же церкви говорит Павел, если говорить о современных церквах? Какой из современных церквей относится вот этот тезис Павла о единстве церкви? Какая из множества современных церквей является телом Христовым? Или же здесь идет речь о невидимой церкви Христовой, которая состоит из искренних христиан самых разных конфессий? Есть и такое понимание. Но как тогда к ним применить слова о взаимном служении? Как могут взаимно служить члены невидимой церкви Христовой? Это же невозможно. Быть одним телом, если члены этого тела разбросаны, разрознены, и даже не знают друг о друге, о существовании друг друга. И, конечно, мы сегодня можем сказать, что и да, и да. То есть и о невидимой церкви, и о видимой церкви также апостол Павел говорит эти вещи. Говорит ли Павел о церкви как организации вообще, если задаться таким вопросом? Или он говорит о церкви как организме? Дело в том, что вот в то время, когда писал Павел, такой разницы не было. И церковь была четко организованной организацией. Но при этом церковь была организмом. И церковь была четко организованным организмом, можно так сказать. И, к сожалению, церковь не сохранила этого единства, потому что произошло отступление от основ. Не отдельные части церкви уклонились от истины, откололись. Так было бы проще сказать, что доминирующая церковь сохранила единство, и призывать всех остальных вернуться в эту доминирующую церковь. К сожалению, основная масса общин и служителей отступили от истины когда-то. И только различные группы верующих со временем стали пытаться восстанавливать эту истину. Появлялись новые группы людей, которые выкапывали как бы из-под завалов эти забытые библейские истины. И так формировались новые течения христианские, новые конфессии. И на сегодня таких групп десятки тысяч. И ты, мой слушатель, наверное, принадлежишь одной из этих групп или конфессий. Христос сказал, что будет одно стадо и один пастырь. И так и будет. Но только опять это единство будет основано на семи факторах, о которых говорит апостол Павел. Одно тело, один дух, одна надежда, один Господь, одна вера, одно крещение и один Бог и Отец. И должно быть одно единое понимание всех этих важных, колоссально важных истин. Пусть Бог благословит, чтобы истинный экуменизм произошел. Экуменизм основанный на библейском фундаменте единства. На богословском библейском фундаменте. Пусть Бог благословит. И чтобы подытожить, когда будете рассуждать в своих группах об этой теме, я хочу предложить несколько вопросов для рассуждений. Во-первых, почему для единства церкви важны именно эти качества характера? Смирение, кротость, терпение. Порассуждайте. Во-вторых, в каких словах этого отрывка вы видите важность церковной организации? Тоже важный вопрос. В-третьих, почему Павел снова и снова обращается к теме тройственности божества? Как вы думаете, что Павел хотел этим сказать? Еще один вопрос. Как церковь может быть эффективно противостоящим инструментом для всяких ветров учений? Как церковь может более эффективно противостоять ветрам учений? И, наконец, какие вы видите самые существенные угрозы единству для вашей общины? Что вы могли бы им противопоставить, как церковь Божья? Пусть Бог благословит вас в рассуждениях, а сейчас давайте помолимся. Господь наш, Отец Небесный, мы благодарны Тебе за наше единство во Христе, христианское единство. За возможность быть частью тела церкви и вместе расти, служа друг другу. Помоги, Господь, развивать эти служения в соответствии с дарами. Сохрани Твоей церкви от разлада, раздоров, разделений. Помоги нам находить почвы для единства. Хвала Тебе вечная, да будет наш Отец и Господь, что Ты остаешься главой тела церкви. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, дорогие друзья, что вы продолжаете изучать Священное Писание вместе с нами. Призываю вас, подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать наши выпуски. Лайки и комментарии тоже приветствуем. Они помогают другим также приобщиться к благословениям нашего канала. И я желаю вам Божьих благословений на наступающую субботу и на всю предстоящую неделю. И прощаюсь с вами. До новых встреч.